Спасибо за лекцию. Я правильно вас понял, что с вашей точки зрения текущие меры, которые в Америке применяются для решения этих проблем, они не обладают, вы говорите, это открытая книга. Это очень сложный вопрос. Вот уже в 50-е год ведется так называемая война с бедностью. 50 лет назад была объявлена война бедности. С тех пор американское правительство выдвигало много программ по борьбе с бедностью. И мы долго думали о том, насколько они успешны. Оценка этих программ очень зависит от того, придерживаетесь вы либеральной или нелиберальной точки зрения. Да, те программы, которые были запущены, очень повысили жизненный уровень бедных слоев населения. То есть теперь в США гораздо меньше людей голодает. Если считать это индикатором качества жизни, ну, вроде бы что-то все сработало. Но, с другой стороны, нельзя утверждать, что порочный круг бедности был разорван с помощью этих программ. Если дети родились в бедной семье, скорее всего, они останутся бедными. Но, с другой стороны, возникает чувство фрустрации, потому что они не могут разорвать этот порочный круг. Я бы не сказал, что это неэффективно, но это неадекватное использование ресурсов. Социальные факторы очень трудно поддаются изменению. Они требуют гораздо более тесно, более решительного вмешательства со стороны правительства. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот на Сингапуре за последние 20 лет фактически экономика Сингапура изменилась социальная нерависть. А сейчас, знаете, ситуацию лета. Почему сингапурскими и не освещаясь со стороны? Потому что это не важно. Можно сказать, что на самом деле природа бедности в Сингапуре и в Штатах это разная. В Сингапуре есть деление на китайцев и малайцев, а в США природа этнического конфликта совсем другая. Поэтому здесь нельзя было подходить к Сингапуру. Во-вторых, Сингапур это не совсем демократическая страна, и правительство может использовать не совсем демократические. Я не хочу сказать, что в США виноват в этом исключительно президент или правительство. На самом деле попытка борьбы с бедностью ведется давно. Может быть, здесь дело еще и в том, и есть второй момент. Я не могу точно оценить, что было сделано в Сингапуре, но на самом деле афроамериканцы в США имеют ужасную историю. Это было рабство. Потом, в течение примерно века после отмены рабства, там было, ну если не рабство, то что-то вроде крепостного права. И федеральные войска, на самом деле они не могли выбраться из этого рабства, потому что они были все в долгах. А потом, Вторая мировая война. Прошло всего полвека с тех пор, как мы действительно ушли от этой социальной сегрегации и всех переживков и тяжелого наследия рабства. Я, к сожалению, недостаточно хорошо знаю систему Сингапура, чтобы об этом говорить, но думаю, что это все-таки несколько отличается от американской. Что касается США, Там, понимаете, в Америке нет сочувствия к тем, кто оказался в плохой ситуации. Это та сфера, почему государство всеобщего благоденствия невозможно в Штатах. Почему две эти модели так сильно отличаются? Почему в США никогда не было сильной социалистической партии? В любой европейской стране есть своя социалистическая партия, которая становится мощной политической силой. И даже в нашей родной маме, как бы, Великобритании, я даже не говорю уже про Россию, но в всех европейских странах они есть. Я думаю, что это та самая темная сторона общества, которая давала всем возможности. Те, кто оказался не способен, те, кто не выиграл от этого, они не пользуются симпатией или не вызывают. Спасибо за лексику большое. Есть, вы отметили такой важный процесс, что полная семья влияет на успешность детей и окружения, вот именно наличие этой полной семьи. Вот это один процесс, с одной стороны. С другой стороны, процесс таков, что экономическая необходимость им быть в семье, она все с каждым годом ослабевает. Плюс этот процесс, как бы, новой технологии, когда уже в скором будущем мужчине не нужно будет женщина, чтобы завести детей, воспитывать женщине, не нужно мужчина. То есть, вот сам институт брака, он, ну, как бы, со временем, принципиально его значение ниже, чем это было 200 лет назад. То есть, это вот второй процесс. Вот в этом смысле, вот как эти два процесса существуют, и, то есть, возможно, и вообще, ну, проблема полной семьи вообще не будет влиять никак в будущем на успешность детей. Это будет вообще норма. Вот, спасибо. Боюсь, что мне не хватит квалификации, чтобы ответить на этот вопрос. Это вопрос о, насколько жизнеспособна полная семья, семья с двумя родителями. Ну, да, здесь есть действительно экономический фактор и потребность в мужчине и женщине для того, чтобы родить детей. То есть, вы говорите о новых репродуктивных технологиях. Но я думаю, что вот эти вот моногамные отношения, они, это лишь определенный этап в человеческой истории. И на этой теме сейчас ведутся дискуссии, но эта тема обсуждается. Вопрос с моногамией, на самом деле, есть специалисты в этом вопросе, я не из их числа. Я тоже присоединяюсь с благодарностью своим коллегам. Спасибо за лекцию. И вопрос такой. Коснулась ли этническая и социальная сегрегация вузов в Америке? То есть, есть ли какая-то зависимость вот от социальной среды, с которой выходит подросток или юноша, связанная это с выбором конкретного вуза, конкретной специальности? Есть ли такая информация? Спасибо. В Соединенных Штатах политика в этом отношении, так называемое положительное действие, это очень противоречивая политика, и в отношении образования это проявляется особенно четко. Американские университеты обычно не пользуются результатами школьных экзаменов, чтобы понять, кого они принимают, кого нет. Они вводят так называемый холистический прием, то есть, это несколько факторов. Это школьные результаты, это дополнительные университетские тесты, это еще и социальная характеристика. То есть, на самом деле, в этом случае, во многих университетах для афроамериканцев и для других депривированных групп требования могут быть не совсем такие, как для детей из благополучных и богатых семей. И есть очень многие университеты, которые принимают афроамериканских студентов просто для того, чтобы преодолеть эту самую расовую этническую интеграцию. Для того, чтобы каким-то... Да, в государственных университетах есть свои квоты для государственных университетов, для таких, как Висконсин университеты, для частных, таких, как Гарвард. У каждого из них есть свои квоты. И это все четко прописано в правилах приема. Но, как бы, стартовый, основной вариант, обязательный вариант, то, что называется дано, если колледжи будут определенную политику свою, которая должна учитывать эти требования. Второй момент – это ресурсы семьи. И в этой связи определяется, сколько вы должны платить за учебу в университете. В разных университетах есть... Ну, например, если вы... Вы можете платить где-то 50 тысяч долларов в год за дорогие частные школы, но там есть программы, при которых студенты могут взять кредит на обучение и выплатить его потом, получив дорогую работу после этого ведущего вуза. Я не очень четко это, может быть, выразил. Финансирование обучения из разных источников на самом деле оно позволяет людям из разной социальной среды поступать в университет. Это очень важный момент. Очень важно получить информацию о том, как происходит развитие ребенка, как формируется личность ребенка в раннем детстве, в ранней школе. Мой вопрос связан с вашим ответом на один из предыдущих вопросов. Вы сказали, что в США не жалеют неудачников. И вы спрашивали, задавали вопрос, почему? А может быть, в этом и есть смысл стимула? Если человеку много помогать, теряется стимул. Вы приводили цифры по безработице среди черного населения. Может быть, они не работают именно потому, что у них есть вэлфэр. Вы говорите, что значительные программы социальной помощи становятся контрпродуктивными, дают обратное желание. То есть, если вы получаете определенное количество денег, и это деньги больше, чем ваша заработная плата, а если вы начинаете зарплату, вы теряете эту помощь, да, тогда это не стимул. Вы здесь совершенно правы. Но я хотел бы вернуться к тому, с чего я начинал. То, что я говорил о культурных вопросах. Я говорил о том, почему. Я возвращался к сравнению с Европой. Почему, в отличие от европейских стран, США нет... Ну, например, вот возьмем Соединенное Королевство. Это проще всего. Почему там не такие богатые программы поддержки безработных? Почему... Пожалуй, я не совсем справедлив к Соединенным Штатам. Я говорил, что в Штатах нет сострадания тем, кто не справился. Но я считаю, что в Западной Европе гораздо менее... хуже работают антидискриминационные законы. То есть мы даем всем шанс. Давайте поблагодарим. Спасибо большое, что пришли сегодня. И ждем вас в середине недели на лекции шлопа выбора, которая будет называться в социальной благоварии России. Вызов или шанс? Какие дети? Спасибо. Спасибо.